привет друзья сегодня прогуляться хочу по саду он меняется постоянно поэтому хочется запечатлеть это мы показать вам сделать полную полную прогулочку по своему садику гиацинта у меня еще цветут зацветают камнеломки среди гиацинтов очень интересное растение но надо постоянно его делить хвосты уже таких подрастают слизни я пока не вижу надо будет съездить в обе купить слизнеет на всякий случай если начнут вылезать после дождя но пока мои хвосты слизни не трогают здесь у меня очидки несколько видов абриета розочки уже начинает зацветать сирень она так по цвету перекликается с абриеттой откидыва фиолетовых пятна сирень у меня совершенно обыкновенная посадила самый первый когда только приехала на участок 3 куста сажала маленькими палочками и вот за четыре лет и они выросли это гравилат как мне уже подсказали мои зрители спасибо вам большой розочки гравилат очень интересно с фиолетовым цветом смотрится вода на счет цветет добре это прекрасно там у меня уже папоротничек вылез лилейник гиацинта еще даже не все распустились розочка вот камнеломка цвет когда цветет она конечно великолепно такие пышные уже хвост и надо побольше будет осенью луковичных посадить я теперь знаю куда никакая красивая хосточка такая нежная в этом году они чуть раньше чем в прошлом вылезли лили лили оказывают оказываются как савняк везде сеются везде распространяются так это моя любимая брунера я купила деленочку на рынке три года назад по-моему или два и разделила в нескольких местах рассадила и она цветет как незабудки мне очень нравится листва так это у меня коника такая зелененькая красивенькая уже распустилась это медуница тут три разных сорта очень любят шмелики и и тоже первоцветом считается это у меня инверса моя пошла в рост все почечки распустились такая нежнятинка травка зелененькая вот только недавно покосила четыре дня назад и опять надо косить папоротники это дерен у него остывал и желтой зимой так это лещина красная конечно же опять подойду к своей любимой спире и серый хоть я ее уже показывала но покажу еще раз красоты много не бывает такой релакс для глаз очень красивая обожаю гулять гулять босиком по зеленой травке это прям доставляет мне особое удовольствие тоже гортензии так подрастают слева будет цвести чебушник я его потом покажу миниатюрный сорт зацветает розочки уже такие хосты уже смотрю везде на многих розочках уже бутончики так это съели выдал луки декоративные луки везде повыдергивала оставила только в одном месте очень они большие занимают много места и перекрывают все растения не дают им света поэтому оставила вот два здесь они вроде никому не мешают такой уже дельфиниум большой розочки набирают силу вот это вот калина бульданеш пока вот они уже набираются уже соцветия будут я ну чисто белого цвета пока зелененькие кисочки отдыхают на травке конечно же куда без кисочек борис клет уже такой большой вырос вот ему всего два года тоже покупала на рынке деляночку небольшую он какой вымахал уже и пересаживала один раз его уже начинает зарастать вот я обещала показать вам растение которые мне прислали но настолько это все было смешно это такие малюсенькие саженцы что я даже снимать про них не буду в общем я там возмутилась мне вернули половину стоимости и недовольная была не расскажу вам про этот интернет-магазин перемещаемся здесь вот моих хвойный уголок туйка golden по-моему не помню как как этот новое растение у него снимала это моя пихточка ледокол почечки уже начинает открывать свои зелененькие отдельно сниму потом про все хвойные при ростике как они выглядят поможет может в выборе если кто-то что присматривает что-то и в каха корани шики будет такой пушистый одуванчик очень пушистый потому что я коротко обрезала и буду еще подстригать решила показать вам своих кабанчиков как они кушают аппетитно любители покушать потеплело и они стали очень активными и голодными и прожорливыми лягушки у меня поселились вон я смотрю на камни на водопаде сидит такая греется наглая лягушка вот эти растения гиацинты которые в кадре сейчас ну вот опять брюнера здесь нескольких местах я ее поделила не за будочками цветет такими синими очень красивые обожаю это растение очень красивые фактурные листва неприхотливая но он для полу тени ну больше для тени даже на солнце горит тоже отцветает рододендрон новый а этот рододендрон мой старенький зацветает скоро я вам покажу его цветение это королева едвига такой сочный напитанный надо будет его подкормить еще здесь у меня розочки посажены лилии тоже как сорняки повсходили елочка моя голубая она уже набирает почечки вот это не деформис такая милашечка такая сочно ну не знаю мне кажется никакой сад без без хвойных просто не мыслим вот особенно таких вот очень красивая но такая сочность дает что вам еще показать шаловидный флок ст вот зацветает у меня такой это елочка литл джем у нее мелкие мелкие иголочки где-то 3 миллиметра наверное очень маленькая стрижена мне поднивайки это у меня туя голода так а это сосногор шерлуд по моему розочки растут опять же так вот выглядит моя лиственница уже на штамбе который я покупала вот весной видео у меня было как я ее сажал она была лысенькая ну только веточки вот она уже как обросла такой прям акцент классный дала в саду глаз прям притягивает такая это хвоя изумрудная нравится мне очень вот это вот главка глобоза потрясающие у нее прирост и такого цвета бирюзового мой чумбрик зарастает потихонечку кошки без кошек конечно нет ландшафт пустой какой-то вот это движение как и со злаками злаки потом покажу еще не подросли вот тут у меня тоже сиренька потерянка у меня сидят незабудки сами сеются постоянно недалеко от сирени растут розы но вроде пока питания хватает ну буду их конечно получше кормить чтобы сирене отнимала я там скопа вкапывала какой-то ограничитель но не знаю насколько это спасет но пока соседствует неплохо обыкновенная сирень так и называть сирене обыкновенная мне вот надо было чтобы что-то быстро растущие закрыть заборы голы бы участок совсем и мне надо было что-то неприхотливое быстро растущие люпинчик вот этот у меня гинкобелоба это хвойное тоже растение листопадное это мои люпины из семян тоже так золоте вы заколосились климатисы уже так набирают розочки опять же это вот живучка скоро она распустится будет такими синими синими цветочками очень классная это моя рябина будет видимо хороший урожай если ее опылят много очень цветов она все усыпано вот такими соцветиями я ее лопаю с огромным удовольствием осенью выполняю запас витаминов на зиму дёрен здесь вот такое место хвойное вот такой релакс релакс такой заднее прям место хочу чтобы заросло там папоротниками округа рядом с забором все здесь у меня еще флоксы подрастают растильбы 22 барбариса среди папоротников и рада дендрон и вот там вот я лежу на лежаки отдыхаю а вот это вот мы посадили недавно рябина листник сэм называется он уже пошел в рост я вижу новые листочки надеюсь он скоро разрастется мне вот надо прям большую такое облако за прудом за камнями такое пейзажное место ну и прудик конечно прошу прощения за крики умерут соседские дети барбарис то ли цветет то ли завязывать плоды непонятно название не знаю его потеряла розочка моя скота скот вроде вернулись по кругу так вот обошли мой участок хочу потом отдельно про каждый хвойный ну интересных войны вы выложить ролики как они будут ну как они прирастают как они меняются в течение нескольких месяцев тут моя любимая хосточка голубая вот такой такая вот прогулочка у меня по саду ну та стильба вот я вам желаю всего хорошего спасибо что посмотрели это видео ставьте пожалуйста пальчик вверх с вами была катя и пока пока мои дорогие